здравствуйте друзья доброе утро понедельник ну может быть не так рано там 11 часов но вообще у меня понедельник выходной по расписанию это значит что в понедельник мне не назначают appointment а я делаю так вот ну что придется там из накопившегося из текущего из философского из воздуха даскать и так далее что у нас на этой неделе я рассказывал у нас завтра начнутся две группы 1 full time и что-то там разрослось народу знать как всегда закладываешься на поменьше зная что кто-то еще подъедет но тут что-то их подъехала такой человек 40 будет группе но правда там помещение большое позволяет но в общем так вот есть элемент неожиданно значит дальше что дальше опять мы видимо подверглись нападению барабашек потому что вы можете сказать что и вообще на барабашек все сваливают но вот чем еще объяснить тот факт что новая группа онлайн начинается во вторник и предыдущей группе не хватает времени на последнее занятие вот как так может быть вот там 40 занятий значит 39 прошли вот сегодня будет 39 понедельник сегодня 39 а завтра должно было бы быть сороковое но получается что завтра уже первое занятие в новой группе и кроме как барабашками объяснить это невозможно я возьму чем я нет объяснений как как это так получается да но значит договорились так что в той группе которая заканчивается будет занятие на полтора часа позже то есть с 6 до 7 я буду учить новую группу это их основное время у онлайнщиков с 6 до 7 а потом уже значит через полчасика мы соберемся на последнее занятие с той группой которая должна завершиться вот мы завтра их всех и завершим в общем барабашкам не перепадет от нас много в общем мы так мы выкрутимся что еще сказать у нас конкурс на видео которое рассказывает о том как вот канал говорим как канал голос силиконовой долины голос говорит значит а канал голос силиконовой долины как наш канал повлиял на жизнь человека который делает видео и вот у нас сегодня поступило первое видео на конкурс от девушки из москвы 26 лет очень симпатично и она всю правду и рассказывает значит она вывесила это видео где-то у себя на канале вы можете сказать а как мне вывесить видео если у меня нет своего канала друзья у вас есть канал вы может быть не пользуетесь но он у вас есть если у вас есть google аккаунт то вы туда пойдите в свой google аккаунт и вы увидите что у вас там есть такая возможность как пойти на видео то есть google аккаунт вам дается автоматически вместе с созданием значит аккаунта на на гугле так что у многих из вас много аккаунтов на ютюбе потому что у вас много аккаунтов на гугле так я подозреваю в общем у каждого аккаунт есть единственное что девушка сняла в 300 что там 360 очень невысокое разрешение но с другой стороны поскольку она так достаточно близко к камере расположила свое лицо там все довольно крупно и в общем то видно неплохо даже на 360 но в принципе мы как бы обращаемся к вам с тем чтобы если вы участвуете в конце конкурса чтобы вы старались делать все таки в high definition пишут кстати что youtube те видео которые с плохой с плохим разрешением как-то дискриминирует при продвижении там в поиске я я читал об этом не знаю насколько правда но вот даже настолько то есть как бы борьба за качество она присутствует вот но во всяком случае первое видео у нас есть точнее она пока есть только у меня девушка мне в личку написала на ютюбе дала ссылочку на свое видео и в общем я надеюсь что поскольку она в таком иммиграционном процессе находится низкий неспешным так она не спеша вот и мы еще может быть так живьем с ней тут как-нибудь снимем сюжетик через пару лет когда она уже доберется до соединенных штатов вот и такой редкий случай девушка в 11 лет решила что она эмигрирует соединенные штаты я так я знаете думаю какие же они взрослые получаются вот моей 8 я думаю там еще три года и вот такие решения уже человек может принимать там как на всю жизнь но она не спешила так потихонечку дозревала и вот она рассказывает как наш канал повлиял на жизнь девушки которая давно решила эмигрировать а тут уже пришла к выводу что пора начинать какие-то действия практически и вот она попала на наш канал я с утра посмотрел и так ну растрогался даже такая девушка хорошего не представляете совершенно очаровательно вот и так в общем и мы ее как бы подзаряжаем у нее такая батареечка то есть она находится в такой среде где наверное не с кем толком так пообщаться ну на эти темы во всяком случае там или может быть у нее понимание такого нет со стороны окружающих а вот у нас на канале она как бы нашла такую отдушину вот поэтому у нас такое первое видео и я я думаю что мы девушки как бы за инициативу рано проявленную в виде самого первого нашего видео мы дадим приз американский флаг я не знаю если она может быть там скрытно где-то повесит в туалете там чтобы никто не видел в общем вот может быть он тоже будет заходишь туалет он тебя согревает смысле может еще где-то повесит на более видном месте не знаю над кроватью некоторые вершины это уже предел такой индивидуально так что девушку мы поздравляем и нас всех с первым видео что еще вчера еще мы вчера позавчера не поехали на на дачу а остались в кремниевой долине потому что у нас было два приглашения в гости одно было гибкое то есть можно было куда-то перенести но второе нельзя было перенести потому что это новоселье и ладно мы пошли на новоселье а поскольку мы никуда не уезжали то соответственно решили вчера пойти на опенхаузы и у светланы конкретно был интерес посмотреть вот на эти айклеры такие дома с определенным дизайном и вот короче посмотрели мы эти домики и тоже для вас засняли и так чтобы в общем могли посмотреть кому интересно то есть кому-то это интересно с точки зрения значит цены еще в рубли переводится вот кому-то это интересно с точки зрения архитектуры кому-то с точки зрения вообще как жизнь устроена да так что вот у нас был такой выход и я очень доволен и так вроде мы четыре сюжетика сняли а когда пошли в гости еще там сняли то есть хозяйка гостеприимная там люди спрашивают так это что программист может купить дом там за миллион дело в том что у них у них на самом деле был громадный домина в хорошем месте тоже но просто они его переросли но их уже двое там знать как когда дети вырастают внуки появляются там и так далее на что двоим вот большущий дом короче они тот дом я не знаю продали детям оставили не уверен вот и почти себе купили там другой поэтому говорят как это программист можете позволить купить дом за миллион они выкупили за 720 тысяч в момент когда дом еще строился есть такие проекты где часть финансирования не полностью но часть финансирования проекта осуществляется за счет того что люди вносят денежку будущие владельцы квартир и соответственно значит вот так так это происходит это строительство вот у них они выкупили под новый год почти год назад купили под новый год за 720 тысяч значит а сейчас такой ну весь год весь этот год цены росли поэтому как то вот она так подросла кроме того сейчас что получается особенный взрыв такой происходит ценовой в нижнем диапазоне рынка и вот сейчас особенный спрос на квартиры и таунхаусы если раньше люди могли себе купить дом там как бы нормально справлялись финансово то сейчас получается что на дом может быть не хватает вот вы посмотрели там полтора миллиона стоит вот такой айклер да ну но нет у человека полтора миллиона есть допустим за это 800 тысяч он хочет квартиру купить из 800 тысяч можно купить квартиру там не знаю за 700 можно я когда-то вот будет скоро дом по правую руку я вам покажу так я когда-то в том доме за 130 покупал ну давно 20 лет прошло короче короче это как бы такой сегмент взрывной вот квартиры таунхаузы вот у них у них вроде бы дом такой там большой там три этажа но вот двухэтажная квартира в доме где три этажа то есть я не знаю как это назвать наверно квартира то есть таунхаузом это не назовешь это такая большая структура наверно квартира место хорошее кстати там все близко там до хайвей рукой подать хотя он не под окном там и так далее там нас на самом деле даже парочка парочка разных хайвей здесь недалеко там все очень удобно вот и значит как программист может может кроме того он же не один работает программист а вот моя его супруга до риэлтор и тоже хорошо зарабатывает сейчас у риэлторов хорошие заработки поскольку вот такой значит бум шмом вот так что кроме того понимаете когда вы не покупаете свой первый дом вот если я не знаю продали они тот который у них был наверно продали да вот если они его продали то на руках остается известная сумма денег там известная им сумма денег но как но когда у тебя есть там допустим на руках я не знаю там 300 тысяч до но 300 тысяч это уже вот тебе и down payment там почему же не купить ну вот они они не первый день живут в соединенных штатах они здесь уже довольно много лет так наверное я боюсь соврать но не меньше чем 15 вот так что я пытаюсь сообразить по косвенным признакам да я думаю что мая побольше чем 15 вовы может быть 15 16 17 вот так ну вот поэтому конечно приезжайте работайте программистом 15 лет или легко купите дом за миллион там без вопросов так ну что еще рассказать да мы не ездили в санта-круз и как-то это даже знаете хорошо получилось так не жарко сейчас в общем мы совершенно не пострадали плюс мы побывали веселые компании там на на дне рождения на надо василия и там был потрясающий код кузя а существование которого я например знал раньше но я не знал что это кузя хозяин дома и там у него вообще конечно потрясающие возможности для творческого роста и там пару маленьких сюжетиков там я вывесил где он ему говорят голос и он так мяу или там будет хай-файв там и он так лапкой бум и что там еще было то я не помню чудо еще а touch touch он поднимался на задние лапы и чего-то там касался ну вот он еще кое-что делал там у него было упражнение с расчесыванием усов то есть там мая приходилось такой щеткой и он подставлял морду значит там левой стороной правой стороной она ему расчесывала усы вот там какие-то еще были такие упражнения но на самом деле при съемке больше времени занимает знаете чем показать поэтому я так пару маленьких сюжетов но в общем я уже с утра проснулся и по комментариям вижу что кот кузя произвел сильное впечатление он вообще интересный конечно котяра 8 лет ему вот и такое он чувствуется чувствуется хозяином чем там где они раньше жили он все время норовил удрать из дома и ходить по окрестностям так вот но вокруг там участок был большой не на таком холме на склоне холма я все родил бродить там по склону холма а в этом доме он абсолютно не хочет никуда уходить а ему очень комфортно вот самом доме он его не выгодишь на улицу так он но там правда улица такая городская получилось так раньше они такой лисистой местности были растительности много было здесь так как то все в общем вот такая вот жизнь кошачья что у нас еще из ярких событий даже не знаю так вот все потихонечку вот у нас из таких семейных у нас младшая внучка пошла ходит ножками туп 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 так это это удивительное зрелище я не знаю друзья вы наверное у вас у многих есть детки или там братишки сестрички там и так далее вы вы видели как это происходит собственно я видел то что у нас все таки прежде чем появились внучки еще была дочь я помню как она первый шаг сама сделала как сейчас у тебя перед глазами у меня это картина это очень эмоциональное такое на этих острых переживается вова там пошла значит у нас пошла внучка вот так что такая вот история я считаю это такое положительное событие такое знаковое рубеж взят вот осталось теперь только вырасти все остальное там еще много будет рубежей ну наверное и все на сегодня мы практически приехали на рабочее место для тех кто следит за моими жилетками вот я могу сказать я какое-то время не одевал черную жилетку у меня черная намного раньше появилась чем зеленая но тут я ее как-то одел и мне говорят ой там черная жилетка где вы такую взяли я пошел ее поискать чтобы дать ссылочку и вдруг обнаружил что ее больше нету вот той черной жилетки ее сняли с производства видимо публика не поддержала производителя я не знаю там чем это все объяснить но в общем короче черных жилеток больше нет и я на этой волне как бы распереживался и что делать значит заказал себе еще одну которая мне там понравилась я подумал если я сейчас ее не закажу может быть ее тоже снимут с производства вот сколько жилеток есть знаете я целый час значит рыскал там по амазону и много много жилеточек посмотрел и пристально и еще более пристально и так далее но как то вот одна была которая не было цвета нужного в моем размере кстати вот мой размер есть там 10 цветов а вот тот один который я хотел вот того цвета не было да и короче я заказал жилеточку скоро будет у нас такая обновка смотрите друзья у меня такое VIP место прямо вот возле входа единственное что знаете у меня опасения думаешь вот когда вот когда в таком месте вот находишься вот инвалидным думаешь не дай бог какой инвалид вот так запаркуется инвалид запаркуется а потом дверью тебе бабах и машину побьет но это не будем о грустном будем настроены на позитив тем более день ток начинается счастливо все